Физкульт привет, друзья и ученики! Пока еду домой с тренировочки, поговорим о протеине. Мне часто задают вопрос, вот буквально вчера, что такое комплексный протеин. Потому что я не раз рекомендую покупать, если и покупать протеин, то только комплексный. И люди чаще всего совершают ошибку, думая, что комплексный протеин это гейнер. Нет, друзья, в комплексном протеине нет углеводов. Это очень важно. Нужно об этом помнить. Комплексный протеин, это значит, что в нем будут быстрые и медленные белки. Что значит быстрые белки? Это те, которые усвоятся быстро. А медленные белки, соответственно, те, которые усваиваются дольше, медленнее. Почему я рекомендую покупать именно такой продукт? Он, на первый взгляд, может показаться более дорогим. Но на самом деле это не так. Вы экономите. Во-первых, добавив такой протеин банан или овсянку, а можно и овсянку, и банан, вы получаете шикарный заменитель питания. Вы получаете дорогой, высококачественный гейнер. И вам в то же время нет смысла покупать отдельно белки. К примеру, изоляты, веи, которые усваиваются быстро, яичные дорогие белки. И нет смысла покупать медленные белки, которые, как вы знаете, такие как казеин, усваиваются гораздо дольше и надольше подпитывают организм аминокислотами. Один раз купив комплексный протеин, у вас все есть под рукой на любую цель. На поесть, если вдруг вы не можете полноценно поесть. И сразу после тренировочки, вечером, в промежутках между питанием, если вам не хватает белковой пищи, белковых продуктов, гейнер покупать вообще нет смысла. Я об этом делал и статью, и видео отдельное снимал. Поэтому, друзья, если хотите максимально с пользой потратить свои денежки, свои сбережения на спортпит, то покупайте комплексный протеин. Самый лучший, на мой взгляд, комплексный протеин сейчас от компании Optimum Nutrition. Жаль, к сожалению, мне не платят компании за рекламу. А на днях я сделаю еще обзор одного продукта от Rich Piano. Новый продукт, шикарнейший продукт, не пропустите. Как раз, который нужно пить на ночь. Он способствует выбросу гормона роста. И тот, кто его попробует, тот оценит, насколько быстро и качественно работает этот продукт. Вы его почувствуете. Особенно, если вы когда-либо в своей жизни имели опыт приема настоящего гормона роста. Но об этом будет отдельный ролик. Так что, друзья, вот такой расклад. Вы знаете, что я не сторонник приема спортпита в ущерб натуральной еде. Нет, натуральная еда, те же яйца, куриные грудки, гречка, темные сорта, макарон, бурый рис, будут гораздо эффективнее любых синтетически приготовленных протеинов, гейнеров. Несмотря на то, что и современная еда вся практически на 100% напичкана тоже непонятно чем. Но все же так будет лучше. Если вам не хватает действительно как большинству времени на приготовление пищи и не хочется, если вы здравомыслящий человек, кушать в таких забегаловках, как Макдональдс или в прочих мусорках, то как раз таки комплексный протеин будет вам хорошим, хорошим помощником. Опять-таки повторюсь, если вы добавите туда овсянки, это будет вообще хороший полноценный прием пищи. Лучше поесть так, чем пропустить прием пищи. И уж тем более, чем есть какое-нибудь дерьмо в виде гамбургера из Макдональдса или, не дай бог, еще картошки фри. Если вы уважаете себя, своих детей, то я рекомендую вообще обходить стороной такие заведения, как Макдональдс. Если, конечно, вы заботитесь о своем здоровье. Не забывайте, что трансжиры, попадая в организм, это мутирующий, мутированный жир. Он не усваивается организмом, сразу откладывается под кожу. И именно такой жир практически излечь из под кожи обратно уже становится, ну не скажу, что нереально, но космически, фантастически сложно. А зачем доводить себя до такого состояния, лучше этого избегать. Ведь это как с болезнями, с травмами, профилактика всегда была, будет и есть, остается лучшим средством, нежели лечение. И, что самое главное, не таким дорогим и в плане экономии, денег, средств, времени, ну и в плане, конечно, того, что получив травму или какое-нибудь серьезное заболевание, вы можете очень надолго просто выпасть из режима тренинга. И не факт, что в режиме современной жизни вы сможете обратно уже вернуться полноценным или вообще вернуться. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, которые вам не до конца понятны, не стесняйтесь, смело задавайте их в комментариях. Лучше всего это делать на моем YouTube-канале. Обязательно, если хотите грамотно тренироваться, изучайте мои статьи, покупайте мои книги. Они сейчас выйдут уже и на английском языке. И развивайтесь, читайте, изучайте, вникайте. Чем больше вы будете сами разбираться в любом деле, тем дальше вы в нем сможете продвинуться. Ну и, конечно же, всегда помните, что самое главное это сохранение по возможности улучшения здоровья. И на все, что бы вы ни делали, нужно смотреть через призму именно сохранения и улучшения здоровья. А здравомыслящий человек видит, что государство не всегда и зачастую нам в этом только мешает. Особенно я не русофоб, друзья, и не нужно сейчас думать, что я опять хаю Российскую Федерацию, не люблю ее. Это не так, поверьте. Но в России, да как в принципе и в большинстве стран мира, сейчас анаболические стероиды приравнены к наркотикам. Но в отличие от той же Америки, где все-таки здравомыслие берет верх, людям прописывают эти препараты, особенно когда вам, мужчинам, да и женщинам уже за 35. Ведь для грамотного доктора, да и просто образованного человека, не секрет, что уровень мужских гормонов, мужчин, упал со Второй мировой войны в два раза. И медики ничего не смогли с этим сделать. Пришлось повсемирно понижать нормы тестостерона. В Америке, в Европе об этом знают. И чуть ли не каждому второму прописывают лечение, гормонозаместительную терапию. И люди живут и радуются. Почему в России так непродолжительно жизнь сейчас мужская? Почему повышают пенсионный возраст? Да потому что государство не хочет нам платить пенсии. А пенсии, как вы знаете, не переходят ни детям, ни внукам. Ими пользуется государство. Поэтому государству выгодно, чтобы вы пили пиво, оставались быдлом, считали пиво не алкоголем. Бухали, имели возможность курить, в любое время приобрести себе алкогольные напитки. На сотрет, несмотря, который после 10 вечера действует. Все это чушь, друзья. Потому что, употребляя алкоголь, вы реально наносите себе вред. Патриот и умираете, не дожив до пенсионного возраста. Чем прекрасно помогаете своему любимому государству. Если вы патриот, в принципе, то значит так и нужно поступать. Нужно бухать, работать и умереть обязательно, не дожив до пенсии. И запомните это. Иначе государству придется напрягаться и выплачивать вам те копейки, которые, как оно считает, вы заслужили за всю жизнь рабство. Поэтому, друзья, будьте успешными, будьте здоровыми. Не употребляйте алкоголь. Старайтесь по возможности работать на себя. А не на дядю, и уж тем более не на государство. Вы должны понять, что современному государству вы ничего не должны и ничем ему не обязаны. Оно палец о палец не ударяет ни для вас, ни для ваших детей, уж тем более для наших родителей. Мои родители пенсионеры. Мой отец был репрессирован. Но даже не хочу говорить, что происходит с пенсиями, которые понижаются. Не хочу вообще об этом о всем говорить на своем канале, потому что многим это вообще не нравится. Они считают, что это неправильно. Хотя, я считаю, что настоящий патриот, он должен поднимать вопросы серьезные, а не замалчивать их. Ведь мы не призываем никого ни к революции, ни к свержению власти. Нет, мы призываем власть к ответу. Ведь не забывайте, и президент, и любой чиновник поставлен, якобы, нами, вами, на то, чтобы нашу жизнь делать лучше. Но происходит все наоборот. По конституции, если что, все блага нашей великой родины принадлежат народу. Но вы знаете, кто пользуется этими благами, где живут их дети, где живут их жены, и где вообще хранятся все эти деньги. Поэтому, друзья, вкладывайте свои деньги в комплексный протеин, и будет вам счастье и здоровье. Делитесь этим роликом в своих соцсетях, пишите обязательно комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Если не понравилось, ставьте дизлайк, пишите, с чем вы не согласны, и мы это обсудим. Всем пока, спасибо, что смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok